Для проживающих в Домачевском доме-интернате любое мероприятие долгожданное, способное подарить самую настоящую радость и рассеять такое навязчивое чувство одиночества. Поэтому небольшая концертная программа, организованная участниками клуба любителей ретроавтомобилей «Адам» и группой военно-исторических реконструкторов «Рубеж», безусловно, привнесла ощущение праздника в жизнь обитателей дома-интерната. Кто-то ездит на рыбалку в выходной день, кто-то еще занимается спортом. Мы в выходной день иногда посвящаем такого рода мероприятия. Значит, вот наши друзья, предприятие моё, в котором я работаю, помогло мне подарками. Мы вот привезли печенье, привезли такое музыкальное весеннее, военный праздник. Стихи о Великой Отечественной войне, песни на старинном граммофоне и танцы под звуки аккордеона. Советская и военная тематика музыкального представления близка людям пожилого возраста. Они как будто перенеслись на улицы советских городов, пропавших ароматами красной Москвы и жаждой жизни. Трогательная музыкальная зарисовка на скрипке, сыгранная юной участницей реконструкторского движения Дашей Жарковой, стала настоящим украшением мероприятия. Мне очень понравилось, потому что я бываю вот у некоторых старушек, которые они воевали, которые мне очень нравится слушать, приятно очень, потому что я понимаю, что такая жизнь. Я бываю фильмы смотрю военные очень, мне очень, конечно, нравится и приятно. Будет воспоминание о военных годах прошлых, очень душу тронуло. В конце музыкального представления всем проживающим в доме-интернате были вручены небольшие подарки к чаю. Такие акции – свидетельство того, что благотворение многолика. Оно может проявляться в теплой согревающей улыбке, во внимательном слушании близкого или чужого человека, в искренней благодарности, в поддержке, в словах признательности. Она делает человека включенным в мир, как будто вплетая его невидимыми нитями, многослойный рисунок утонченного и безразмерного творения, которое называется жизнь.